Ещё раз всем добрый день, спасибо за возможность выступить перед вами. Для меня особо приятно выступать в этой аудитории, как Сергей Сергеевич сказал. Я, собственно, сам выпускник УПИ, 2000 год, когда я, будучи сверловским парнем, по распределению уехал в город Глазов. И для меня это был прям такой вот серьёзный жизненный выбор. И с тех пор, как мне кажется, я что-то начал в этом понимать. И есть вторая причина, почему мне, собственно, приятно сегодня выступать. В зале сидит мой сын, он студент уже ФТИ, пятый курс. И мне бы очень хотелось, чтобы в горизонте такого ближайшего трудового будущего мы с ним работали в одной компании. В одной большой современной международной компании. Вот, поэтому я сейчас попробую поставить себя на ваше место и попробую определить, а что сегодня важно вообще молодым людям. Что бы такого вообще нужно предложить для того, чтобы молодой человек из ЕКБ, Питера, Москвы, и променял все эти плюшки большого города на такие лотте-городки, типа того, где находится производство Чапецкого механического завода. Ну, а за одним я расскажу, собственно, свою историю. А вы мне в конце скажете, вообще попал я в ваши ожидания или не попал. Ну, и, собственно, за одним проверим, изменилось что-то за 20 лет или не изменилось. Принимается? Окей, спасибо. Ну, тогда я родился в городе Свердловске. Вот, запутался со слайдами сейчас. Я родился в городе Свердловске, вырос здесь же, недалеко. И когда мне пришло время поступать в институт, я по совету друзей поступил, подал документы на физтех. На самом деле там было такое большое количество вдохновляющих новободных фраз, которые меня реально так воодушевляли. Это кибернетика, новые материалы, нанотехнологии. И я подал документы на кафедру, где концентрация этих слов, она была максимальна. Потому что для меня тогда это было очень важно. Для меня это был такой входной билет в жизнь. Это вот после вот этого затянувшегося долгого периода 90-х годов с этими всеми непрекращающимися рынками, кооперативами, счетом чем-то и так далее. Для меня это было мега круто. И я не набрал проходного балла. И когда декан факультета на приемной комиссии жал мне руку со словами «Поздравляю вас с зачислением на кафедру редких металлов», мне с перепугу показалось резкий металлов. Я не понял, где здесь кибернетика, где новые материалы, где нанотехнологии. И первая моя реакция была «Все, я забираю документы и ухожу». И родителям на самом деле там большого труда стоило отговорить меня съездить хотя бы в колхоз. А мы тогда ездили в колхоз еще, и там мне объяснили, что, ну, собственно, никакой кафедры резких металлов на физтехе нет, никто про нее не в курсе. А главное — это изучение точных наук. Так вот, если вы точно так же выбрали изучение точных наук, то я нисколько не сомневаюсь, что ваша голова на сегодняшний день содержит большое количество теоретических знаний. Ваши головы точно упакованы по последнему слову науки и техники. Но я вас расстрою. Люди становятся лучше только с получением практического опыта. И ценность инженера — это умение решать научно-технические задачи. И чем выше эти задачи для тренировки поставлены, то, собственно, тем быстрее растет инженер. Еще нифигово бы, чтобы это было с использованием международного опыта. И поэтому, с моей точки зрения, молодой специалист сейчас должен выбирать ту компанию, где прокачка именно этого практического опыта будет максимальна. Это номер раз. Но мне кажется, что должна существовать еще одна вещь. Вообще я сторонник того, чтобы идти маленькими шишками, но сразу в две стороны. Работать сразу двумя полушариями. Держаться за руль сразу двумя руками. Но если без этих аллегорий, то надо точно помнить всегда и про стратегию, и про тактику. Если ваше техническое развитие — это точно вопросы стратегии, то что такое вопросы тактики в этом смысле? Ну, я думаю, это зарплата. Я понимаю, почему ответов из зала сейчас нет, потому что я абсолютно согласен, что очень важно, как следует зарабатывать, но точно так же важно показывать, что для вас это ничего не значит. И, собственно, на самом деле, может быть, кто-то бы на это купился. Коллеги, извините, не я, потому что у меня есть семья, у меня есть жена, у меня есть друзья. И я прекрасно знаю, как замечательно бывает коротать хорошие зимние вечерами в кухне, с обеденной зоной, с барными стульями, с книжными полками и с небольшими схемами, картами на стене, где указано «Вы здесь», это специально для друзей, которые заблудились, по дороге к залу. То есть вопросы по дороге к бару. Вопросов нет. Вот этот бытовой, хороший бытовой уровень, я считаю, очень важным для хорошего специалиста Росатома. Зарплата — это очень важный момент. Ну, насколько? Теперь вопрос к вам. Ну, как бы, насколько я попадаю в то, что вообще вам на сегодняшний день хочется слышать? Ну, просто от этого пойдет дальнейший разговор. Если это принимается, я продолжаю. Или есть еще что-то, о чем мне нужно сказать? Все отлично, окей. Потому что, мне кажется, есть еще одна вещь. Ну, ладно, вы про нее не спросили, я скажу потом. Давайте будем говорить про развитие и про зарплату. Про Росатом, я так понимаю, уже вам очень квалифицированно рассказывали. Я хочу вам рассказать про ЧМЗ. Ну, традиционно, собственно, там весь цикл добавленной стоимости продукции. Он начинается с маркетинга, заканчивается с бытом. И что мне кажется важным, что мы сегодня на ЧМЗ не боимся доверять молодым специалистам отвечать за весь вот этот вот цикл создания продукта. Когда мы за весь цикл либо создания продукта, либо взаимодействия с большой компанией. И на то есть, на самом деле, очень много хороших примеров. Когда, например, молодой специалист, выпускник УРФУ, там, трех лет отвечает целиком за взаимодействие с целой международной компанией. Когда или другой специалист, тоже выпускник УРФУ, трех лет отвечает полностью за цикл создания нового продукта. Или технические задачи. На сегодняшний день один из больших таких научно-технических проектов, на ЧМЗ, по крайней мере, это переход на новую аппаратурно-технологическую схему производства циркония. Циркония, так на минуточку, да, это один из двух компонентов, главных компонентов ядерного топлива. И много больших таких вот уважаемых, хороших руководителей, специалистов делали подход к этому снаряду. Но руководить сегодня этим проектом молодой специалист, выпускник УРФУ, в районе около 30 лет. И если люди с большим производственным опытом, люди, руководители производственных подразделений Тойоты, по 5-6 раз на сегодняшний день бывают на площадке ЧМЗ и вместе с молодыми специалистами УРФУ пытаются совершенствовать существующую производственную систему. Если говорить про карьерный рост, то вот буквально недавно, совсем недавний пример, где-то около полугода назад я отдал своего заместителя по строительству, человеку около 30 лет, для участия в большом международном проекте по строительству АЭС ПАКШ. Ну, это к вопросу о горизонте карьерных перемещений, про вообще горизонтальные перемещения внутри компании. На сегодняшний день отслеживаю его судьбу, только по Фейсбуку, собственно, лайками на нее влияя, видя, как он перемещается из страны в страны. И поймите, это не только на ЧМЗ, собственно, чем отличается Росатом от других компаний, здесь не боятся делегировать. И с одной стороны, казалось бы, что мы работаем в большой вертикально интегрированной компании, государственной компании, и вроде бы от твоих решений не очень сильно там что-то и зависит, но когда мы даем молодым людям самостоятельность, когда мы ставим вас руководителем проекта, когда мы доверяем вам реализовать вашу же идею, когда мы превращаем вас в такого стартапера, коллеги, поверьте, все остальные житейские дела, они абсолютно перестают играть для вас роль. Для вас не важно там уже копать огород после работы и так далее, хотя это тоже, безусловно, все важные дела, но вашей единственной целью становится реализовывать этот проект, который вырос из вашей идеи, и только в этом смысле вы растете практически как опытный специалист. Про зарплату. Мне бы, конечно, не хотелось бы прям так вот со сцены назвать каких-то там точных цифр, ну, собственно, так, чтобы не раскрывать все карты сразу же. Я вот опять же вспомню тот 2000 год, когда я пришел на Чапецкий механический завод помощника мастера, моя зарплата была сопоставима с зарплатой заправщика на бензоколонке, на бензозаправке здесь на объездной, в сторону Березовского. Вы знаете. Почему я это знаю? Потому что я работал на этой заправке. И на сегодняшний день, я вас уверяю, нет такой заправки. Даже если бы она была там частью структуры Росатома, Газпрома, которая бы предлагала условия, сопоставимые с работой молодого специалиста в институте, управляющей компанией Росатома или на промышленном предприятии. Ну, по крайней мере, я точно вам гарантирую, что вы сможете избавиться вот от этой вот, знаете, этой знакомой до боли родительской логики, что сдашься себе стройки, мы тебе купим. Вот это уж там гарантирую точно. Ну и вот та вещь, про которую я говорил, которая, с моей точки зрения, тоже является важной, потому что я не так давно спросил у Татьяны Анатольевны Терентьевой, главный персональщик Росатома, совет. Спросил его не для себя, спросил его для своего сына. А что еще? Ну, кроме практических навыков, еще важно работнику молодому специалисту Росатома. И она мне сказала, это желание постоянно учиться. Коллеги, вот это вот мне кажется очень важным на самом деле, потому что в институте этого не замечаешь. Я вспоминаю себя в институте, ну, вот не было у меня вот этого стремления. Я позволял себе как-то приходить неподготовленный на лабы, например, и так далее. И знаете, вот там были тоже многие смешных примеров, когда я в очередной раз пришел на лабы не очень подготовленным, но я всегда приходил с чувством вины и всегда с желанием максимально помочь своему напарнику. Вот, и в очередной раз, когда мне доверили переписывать перечень приборов, таблицу, собственно, на которой эта лаба проходит, перечень приборов, и мой напарник потом долго смеялся, когда он увидел перечень приборов, рубильник с аббревиатурой от ИКЛ в графе марка прибора. Ну, пришлось объяснять, что, собственно, рубильник тоже прибор. Вот, коллеги, поэтому, а знаете, вот как я жалею, что я не учил английский в институте, когда у меня было, то на это куча времени. Но зато учусь сейчас. Зато учусь сейчас. Ну, у меня на самом деле история подходит к концу. И знаете, вот мне кажется, вот прелесть этой ситуации в том, что я, на самом деле, я вот не думаю, что я смогу там за 10 минут вас в чем-то убедить. Я, собственно, даже и не ставил для себя такой задачи. По той простой причине… Да, я забываю слайды перерезать. Выкл нормально. Да, 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 да. Это вот про желание развиваться, я говорил. Да. И я вспоминаю, опять же, почему я вас не смогу убедить. Я вспоминаю свой 2000 год, когда я был студентом 4-го курса, и начальник отдела кадров ЧМЗ приезжал точно так же, и уговаривать нас ехать в глазах. Мы смеялись над этими предложениями, чтобы мы, сверловские парни, в глазах, в Удмуртию. Я вас умоляю. Но на пятом курсе мне этот выбор, знаете, уже не казался таким уже плохим. В конце пятого, перед выбором, перед дипломом, изменилось только одно. Но я спросил у человека в зеркале, а что ты хочешь от этой жизни? Потому что всегда гораздо проще, согласитесь, сказать, чего мы не хотим, чем то, чего мы хотим. Мы не хотим всегда плохого здоровья, мы не хотим плохих начальников, мы не хотим, не знаю, проблем в жизни. А хотим-то чего? И вот мы в этом году, знаете, там были семьей в Питере, отдыхали. И там, знаете, много таких мест, где нужно потереть палец, например, у Атланта, или там нашептать на ухо Грифону, или там с Невы, в смысле с моста, кинуть монетку и попасть на какой-то столбик. Если ты попадаешь, то там твое желание исполняется. Я вам скажу, очень сложно придумать так много желаний. Я вам хочу сказать, что даже вот на этих кошечках вообще бы можно тренироваться, потому что видение своего будущего, видение своего дальнейшего движения вперед, это очень важно. Чего ты хочешь? Идеально, если появляется какой-то план, и когда ты начинаешь двигаться в эту направлению, то вот с этого момента появляется молодой профессионал. Ну, теперь у меня точно все истории закончились, поэтому я хотел бы в конце спросить, ну, а насколько вообще, да, насколько то, о чем я говорил, это важно сегодня для вас. Поэтому я прошу поднять руку тех, кто как-то понимает о том, чем я сегодня говорил. Ну, подождите, мне кажется, мне кажется, недостаточно дружно это было, коллеги. Вот я готовился, я слайд нарисовал целый. Денис Сергеевич, подождите, мы же тоже готовили аудиторию, доброжелательные, щедрые люди. Да, поэтому еще раз. Да нет, 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 подождите, нет, ужас мы сделаем чуть позже. Понимаете, есть волшебное искусство сдачи экзамена, а есть искусство разбора ошибок. Так. Это вторая часть. Сергей Сергеевич, у меня слайд еще целый. Я знаю. Да, так. И поэтому тогда возьмите в этом месте паузу, нажмите. Так, окей. Да, вот, можете его показать? Нет. А потом работать над ошибками разберем. Да, хорошо. Да. Как поступим? О, мы не договаривались, Сергей Сергеевич. Хорошо. Он свистел. Да. Поэтому, коллеги, еще раз про руку. Те, кто согласен, что большие профессиональные задачи, материальная неизвестимость и возможность постоянно учиться — это главное в сегодняшнем мире. Вот, спасибо. 90% подняли, Сергей Сергеевич. Да. Но мне кажется, вот смотрите, тот, кто не поднял на самом деле, да, это, мне кажется, студенты там пятого или шестого курса, ну или там специалитет, магистратура, там, да, там, которые уже... Потому что мне всегда на этих курсах была лень поднимать руку. И чтобы избавиться от этой лени, я и пошел работать в Росатом, Сергей Сергеевич. Вот. Коллеги, Денис Анищук. Но, Денис Сергеевич, смотрите, как бы, у нас сегодня реально перевернутый экзамен. Так. Понимаете? То есть, как бы, умные модернизаторы образования утверждают, надо новые формы внедрять. Так вот, штука в том, что мы сейчас будем еще организовывать голосование. Сергеевич, мы готовы? Конечно. Меня не предупреждали об этом. Слава Богу, я же сказал, это экзамен. То есть, не все вопросы заранее известны, да? Тем более, неопределенность, вука-вука и многозадачность. Так. Так вот, пойдем голосовать. Дружище Никита, давай, включай ссылку на экран. Мы будем смотреть на самом деле, с кем мы сегодня общаемся, а вы будете мучиться вопросом, насколько вы попали. Хорошо. А Михаил Иванович уже будет готовиться. Итак, какой у нас сегодня курс? Обратите внимание, мы сразу получаем картинку, кто у нас сегодня здесь в аудитории. Друзья, код 856710. 856710. Итак, обратите внимание, у нас сегодня доминирует курс второй, курс четвертый. Старший, да? Да, конечно. Отвечайте, старший. Старший. Да, там есть старший. Поэтому, Денис Сергеевич, смотрите, у вас будет возможность сегодня, да, еще раз, заточить свои предложения именно по отношению к адресату. Договорились, да? Да. И давайте тогда еще раз спросим. Второй вопрос, да, ведь сразу спросим. Давайте, коллега, отвечаем на второй вопрос. Посмотрим тоже на него. Сергей Сергеевич, какой хотите спросить? Ну, что вы знаете про Росатом? Денис Сергеевич, нажмите кликером вправо. Вправо. Справился. А Никита обновит страницу. Никита, пожалуйста, обновите страницу. Работаем в тандеме с Никитой. И еще дальше. И еще дальше. И еще дальше, Денис Сергеевич, Сереж. Да, Денис Сергеевич. Вот, вернулись, Денис Сергеевич. Отлично. Вот, отлично. Итак, поехали. Это то, с чего мы начинаем сейчас. Но при этом я прошу обратить внимание всех спикеров, да, что наверняка за большими словами должна появиться конкретика. Поэтому смотрите, как меняется облако. Расположен в Снежинске. Мне нравится вариант. Вот очень хорошая надпись. Он расположен в Снежинске. Очень точно. Денис Сергеевич, и Глазов, это не Снежинск. Я не вижу Глазова. Я тоже, понимаете. Вот у меня сын не голосует, мне кажется. Не знаю. Игорь, надо поддерживать Глазов. Нет, там хорошо. Папа там работает. Там пошла эта история. Все нормально. Она уже есть. Да. Глазов растет на глазах. Поэтому, товарищи руководители, вы понимаете, да? Можно по-разному влиять на ценностные выборы. Вот она история прямого влияния. Там, правда, еще про качка есть, между прочим, если вы не обратили внимание, мелкими буквами. Давай качок. Написано там. Это явно не я. Это вам. Поэтому. Итак, что вы знаете об Росатоме? Я предлагаю, ребят, давайте так. Мы это можем голосовать в течение всего сегодняшнего нашего события. И тогда будем смотреть, что происходит, как видоизменяться. А коллегам будет крайне важно понимать, вы воспринимаете Росатом как облако в штанах? Или все-таки как ровно то, куда нужно идти, во что нужно вкладываться и чему нужно учиться? Потому что это серьезно, надолго, и люди, которые выступают здесь, это подтверждают. Денис Анищук. Глазов. Денис Анищук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова